А свои научные труды защищали в Алдане юные исследователи. Инфраструктура, экология, переработка нефти и добычи алмазов и многие другие темы поднимали алданские школьники и студенты. Свои работы они представили на научно-практической конференции «Будущее Якутии». Татьяна Вахнина подробнее. Таковы преимущества альтернативной энергетики перед традиционной в условиях Крайнего Севера? В поисках ответа на этот вопрос студент третьего курса Алданского политехнического техникума Макар Куныш провел ряд исследований. Свою работу Макар защитил на научно-практической конференции «Будущее Якутии». Предложу более экономичный, более разумный вариант расходования электроэнергии и ее добычи в регионах, где электрификация еще не так доступна. В секции точных наук вместе с Макаром защищался его одногруппник Илья Менько. Илья представил бизнес-план учебно-испытательного полигона Алданского техникума. Разработки студента открывают широкие возможности и перспективы в его эксплуатации. Мы осваиваем эту историю и потом строим ангары. И дальше ребята, которые будут поступать в 2020 году, то есть дальше, они смогут уже проходить там научную практику и дальше работать. Бизнес-план рассчитан на реализацию до 2020 года и дальше уже как пойдет. Конференция обучающихся «Будущее Якутии» проводится в четвертый раз. В 2017-м на защиту было представлено порядка 30 трудов. Защита велась по трем секциям. Инфраструктура и экология, переработка нефти и добыча алмазов, каркасное строительство и иконопись, социальная реклама и правовая грамотность. В работах юные исследователи поднимали самые разные темы. Мы сначала проводили для своих студентов, но выросли до того момента, что мы приглашаем уже здесь и обучающихся. Поэтому сегодня у нас контингены школьников старших классов и студентов техникума. В качестве экспертов выступали преподаватели учебных заведений, специалисты и руководители предприятий Алданского района. Лучшие работы будут представлены на общероссийских конференциях. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.